И вот он, авиамоделизм. Я чисто случайно заметил, как добрый старый знакомый поднимает в небо квадрокоптер. И поднимал его в небо Олег Головачев. Чувство гордости меня обуяло, потому как я неоднократно всем говорю, умение полета — это хорошо, умение посадок — это главное. Ведь количество посадок должно соответствовать взлетам. А иначе? Ну, это правило авиамоделистов. У меня лично косячные или никакие посадки — это 10% всего полетного времени. Сори, это авиамоделизм. Конечно, квадрокоптеры крутые. Там стоит датчик GPS. И развалить его сложно, но можно. В первую очередь. Квадрокоптер взлетает там, где ни самолет, ни планер подняться не могут. Да, есть возможность избежать столкновения. И, по сути, это дрон. Но его скорость — это не скорость планера или самолета. Кроме всего, он комплектуется элементами безопасности столкновения. То есть он не летит туда, где нет возможности подняться, и ограничен в столкновениях. Но для нормального полета нужны навыки. А они у Олега есть. Это квадрокоптер. На сегодняшний день одна из последних разработок этой фирмы. При подборе для тех целей, с которыми мы хотели приобрести подобное устройство, подошло именно это изделие. Давайте определимся, для чего он вам. На сегодняшний день у нас очень много задач, которые связаны с осмотром крыш. Территорию необходимо бывает быстро, оперативно осмотреть. Но большая часть все-таки это осмотр крыш. Особенно труднодоступные места, туда, куда без специальной техники или обученных людей сложно очень подняться. С помощью этого устройства мы уже, в принципе, попробовали. То есть это намного упрощает наши повседневные задачи. Ну и, надеюсь, в дальнейшем это будет оперативность, реагирование на обращение жильцов, также, если будут какие-то проблемы. Но в том числе и поставленные задачи, которые мы будем перед собой ставить и решать. Давайте просто определимся, как, допустим, залезть на крышу. Надо же найти человека, у которого есть ключи от чердака. Логично. Вот автовышка, сколько денег стоит? Ну, здесь как бы диапазон цен колеблется. Ну, тысячи рублей, будем говорить. Ну, тысячи рублей, час работы этого подъемника. То есть они приезжают, это просто приехал, пока разложился, пока поднялся, сложился. Ну, вот, опять же, здесь условия какие? Вне зависимости от того, сколько ты используешь, ну, час будет добрый отдать. Все. Теперь вопрос другой, да. Я прекрасно понимаю, что вы берете людей, которые крыши ваши чистят. У них есть специальные допуски. Это все-таки высота, и оттуда, извините, и рухнуть там можно. И у каждой же технический работник может на крышу залезть, правильно? Совершенно верно. То есть в этот период времени, когда производится очистка, либо осмотр, то есть, ну, крыши в основном, они имеют какое-то ледяное покрытие, да, то есть и после выполненных работ мы не всегда имеем возможность осмотреть. А по истечении времени бывает такое, что мы сталкиваемся с проблемой, когда люди, которые вроде бы, кажется, выполняли одну работу по очистке, нам крыши-то подиспортили своим инструментом, и нам приходится их латать. А несвоевременно выявленная вот подобная проблема ведет к тому, что нам приходится делать за свой счет, ну, потому что виновное лицо своевременно не установлено. То есть мы, короче, приезжает человек, чистит вашу крышу, вы смотрите внимательно с помощью вот этого устройства. Да, конечно. Если какие-то проблемы, он сам и платит. Соответственно, верно. То есть вы экономите, получается, деньги, купив вот эту штучку. Да, то есть мы, если своевременно мы выявляем ту проблему, которую этот человек нам преподнес своими действиями, соответственно, мы его обязываем восстановить то, что он нам повредил. Это очень хорошо. Ну, соответственно, как бы здесь решается очень много вопросов. Ну, и маленький вопрос, естественно. Я готов вас поздравить с тем, что вы, наконец-таки, стали авиамоделистом. Ну, спасибо большое. Конечно, это была шутка. Когда я приехал к Щепеткину, мы поговорили. Я понял это правило. Проще и дешевле использовать квадрокоптер. Ну, вспомните, любители спутникового телевидения. Как часто вы вызываете специалистов. А почему? Да потому, что провод оборвали. А верхние этажи, утопающие в лужах весной, было такое? Теперь не будет. Над вами будет парить квадрокоптер. Его не наколешь. Вообще, чтобы понять надо, что это круто, и там стоит GPS. То бишь, всю территорию сверху можно посмотреть. Просто вбив координаты. Он прокатится сверху, вернется в искомую точку, и вот вам правило. Где быстрее убрать сосули, определиться с мусором, посмотреть на ремонт крыш. Круто, да? И это очень хорошо, что в ЖРУ номер один такой квадрокоптер есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...